Здравствуйте, с вами Влог Ничего Святого с Сергеем Боярковым. Я, тот художник, который может обидеть каждого, я категорически вычеркиваю и баню комментаторов, которые упрекают Зеленского в том, что он еврей, и говорят, что вот они для Украины ничего, и вообще плохие, все в бан. Я считаю, что антисемит – это синоним слова «идиот». И они отправляются в вечный бан, потому что, если вы обзовете Зеленского дикарем, папуасом, клоуном, буратино, это приветствуется, потому что это правда, вот его настоящая национальность. Он не русский, он не украинец, он болван. Он болван по национальности, потому что нашим союзникам приходится сталкиваться с тем, что они у африканских вождей обычно замечают и вот с этим борются, у представителей вот этих вот туземцев. Потому что, когда приезжают в Америку вот эти, ну, не наши, потому что, ну, они нас с вами не представляют уже давно, несмотря на то, что в 19-м году выбрали выборы, выиграли выборы, но они все-таки, ну, да, законно избранная власть, они живут на другой планете, они не живут с цивилизацией в одной плоскости. Мне рассказывали мои американские друзья, что приехала делегация там наша, там все-таки там их вот эти вот, вот это пожалуйста, вот это вот представитель большинства в Конгрессе, значит, это вот это все меньшинство, это туда-сюда, это то-все. И кто-то в кулуарах из зеленой команды сказал, ази, так что нам, говорит, это, таким, с меньшинством в Конгрессе. Да нафиг они нужны вообще, давайте говорить с большинством. Ну, большинство в Конгрессе решает, что мы с этими будем, с этой ботвой обсуждать что-то. Ну, они же ничего не решают, значит, они по боку говорим с теми, кто решает. Чего, сказали? Чего-чего-чего-чего? Мне, говорит, ну, как бы мы же хотим побыстричку там все порешать, так что нам зря бить карту? Ну, власть, вот вы власть, мы власть. Мы вот по-пацанячий, там, пацан с пацаном порешают. Ну, ну, а что этих вот этих мужиков-то? Они же не при делах, что мы их вообще приплетаем? Так побыстричку решили, ну, вы власть, мы власть, а что? Потому что до сих пор невдомек нашим квартальным болванам, что цивилизация использует другие принципы общения и коммуникации. Когда перед вот Зеленским или его окружением, я говорю о таком коллективном Зеленском, садится представитель республиканцев и представитель демократов за один стол, как на стороне переговоров с украинцами. Это не важно, что демократы, или там будут республиканцы, или опять демократы, не важно, что они у власти. Оппозиция это такая же власть, ни на миллиметр, ни меньше, чем те, кто выиграл выборы. Они все равно власть, они представляют свою страну, своих избирателей, когда американцы пытаются учить этих квартальной пальмы спустившихся приматов, что власть и оппозиция это равновеликие по уважению величины в демократическом государстве. И когда они спрашивают у наших вот этих, которые ни хрена вообще не наши, делегатов от Украины, которые туда пришли, членов делегации, они говорят, а где представители оппозиции? Вот, ну, где, вот, грубо говоря, где человек, который от Порошенко приехал, да, там, от «Голоса», от «Юли», где представители оппозиции, там, Владимир Александрович, вашу Зана Гуматяндрович, где они в делегации? Эх, смотрят этот додик квадратными глазами, говорят, я не понял, да, какой оппозиции, да. Причем тут оппозиция? Ну, мы же власть, мы приехали, оппозиция, она сосет лапу, она не при делах. То есть власть дали нам, это мы, короли, это мы управляем страной. Оппозиция сидит под шконкой, да. Да, ну, пусть жрет банду молча. Потому что мы банкуем, да, в натуре. Это же чисто то, что мечтал сделать Виктор Федорович Янукович, чтобы вот так вот снять, как шапку банк, и банковать чисто пожизненно. Когда наши западные партнеры видят эти идиотские, мягкие, идиотские, это я мягко сказал, заявление Стефанчука, что выполнять законы, что выполнять регламент Верховной Рады, это детский сад. Когда его в этом упрекает тот же Разумков, что, а вы можете по регламенту, как глава Верховной Рады поступать? Какой регламент, говорит? Регламент, закон, это детский сад. Это сопли, мы при власти. Какой закон, если мы при власти, мы хомячим? А вы лапу сосите молча, пожалуйста, потому что время хомячить наше. И это принцип их жизни. Вы понимаете, Зеленский же вырос на том, что вранье – это основа сознания. Все вот эти масляковские КВНы, они состоялись сплошных подстав, это договорники. Там не было никаких конкурсов капитанов. Все было прописано заранее, то есть вопросы знали заранее. Главная задача была скосить бабло со спонсоров и зрителей. Никакого состязания команд не было. Вот выигрывал тот, кто эффективнее это делал на сцене. Зеленский понимал, что никакой закон не работает, что только дурак живет по закону, а конкретные пацаны живут по договорнякам. И вот когда он шел во власть, он искренне считал, что публика дура, ей должно нравиться, купили билеты, жрите, не обляпайтесь. Он не собирался никакую миссию служения народу, Украине, реформы. Он изначально понимал, что это шляпа, это фитюлька, это затравка, это разводка лоха, это вот это кручение наперстков, чтобы лох обезжирился, попал на деньги и молча отполз, паскуливая. Все. Главное, чтобы заплатили за билеты. Никогда 95-й квартал не ставил перед собой никаких целей. Больше никаких других, кроме как необлагаемые налоги бабусики положить на карман. Все. Купить квартирку в Лондоне, как это сделал Зеленский через офшорную компанию. Домик на Средиземном море. Ну, как купила семья Зеленских и перепоручила телочке, которую теперь назначили главой счетной палаты. Ну, чтобы она правильно считала, вот кто у нас ворует, кто не ворует. Ну, чтобы не посчитала случайно не того, чего надо. Поэтому, друзья мои, нам предстоит восстановить конституционный порядок, безусловно, после того, как мы одержим победу на поле боя. А это тоже огромная проблема, поэтому у нас две огромные задачи, которые нужно выполнить. Поэтому прошу вас не забывать подписываться на мой влог, распространяйте мои ролики в соцсетях, если вы со мной согласны. Мы должны возместить вот наша миссия, донести правду в тот момент, когда у нас единый марафон украл свободу слова. А победа, друзья мои, в чем я, как и вы, ни на секунду не сомневаюсь, обязательно будет за нами, потому что за каждым из нас персонально не сошелее.